всем привет сегодня выбрался в горы опять иду в горы день назад был очень понравилось и сейчас опять иду и сегодня у нас очень много тем для роликов разных итак начнем с первой темы это очень важно видео хочу важная тема и так из названия вы уже прочитали как-нибудь назову покрасивший в общем это реально может быть большой ошибкой для людей кто приезжает в черногорию и так в черногорию куда вы приезжаете обычных арендах либо на год либо до сезона что такое до сезона до сезона это обычно аренда до лета то есть до июня иногда думает иногда даже до апреля обычно это где-то до июня то бишь самое лучшее время чтобы приехать черногорию понятно это осень потому что летом сезон пик цен зимой снять довольно таки трудно потому что никто ничего не снимает а весной уже никто ничего не то есть зимой и весной уже никто ничего не снимает потому что зимой вариантов принципе мало а весной как бы уже нет смысла никому задавать потому что впереди лето сезон они зарабатывают гораздо больше поэтому все кто приезжают черногорию так или иначе приезжают именно осенью сентябрь октябрь ноябрь декабрь то есть вот этот вот период соответственно вы приезжаете допустим вы собираетесь вот взять до сезона да то есть либо на год либо до сезона ну так разгром по полочкам когда я приехал понятно я пришел короче продолжаем значит аренда либо на год либо до сезона я думаю вы понимаете теперь какие тут типы аренды и что такое аренды до сезона так идем дальше я в общем приезжал к другу к своему то есть не так найти куда там поехал в пустоту в какой-то город и понятно сюда приехал и он такой типа все бери на год надо брать на год потому что это выгоднее ты летом ничего не найдешь ну понятно с той позиции что мол я тут останусь все жить как минимум год и сам так тоже думал что то надо попробовать туда-сюда 3 10 типа все я вы то есть не знаю страны по картинкам по видео вы ничего не вы ничего не поймете абсолютно тут нужно тут нужно именно пожить чтобы хоть что-то вообще понять пожить какое-то время потому что первый месяц который вы приедете у вас будет вау-эффект и все в таком духе кому-то эта страна подойдет кому-то безусловно не подойдет надо как-то нормально снимать ну так вот и я снял себе квартиру до сезона до июня или очень этому рад то есть первая ошибка с которой может столкнуться человек он может взять квартиру на год на год всегда будет дороже квартира чем до сезона имейте это ввиду до сезона всегда дешевле если вам там что-то пытаются сказать иначе вас обманывают разводят то есть тут всегда железобетонное правило до сезона дешевле то есть если вы нашли какую-то классную квартиру вот как у меня она стоит 600 на год то есть она бы стоила 900 это минимум то есть ну вот мы это все обсуждали потому что я тогда еще думал да надо брать на год квартиру ну так вот вам идем дальше и второй момент самый опасный где вы можете очень сильно обжечься тут самая минимальная оплата это первый месяц последний и депозит типа три месяца окей то есть в случае чего вы ну в крайнем случае потеряете депозит и последний месяц то есть не так то уж и много идем дальше но таких типов аренды не то чтобы мало нормально но тут очень-очень много сейчас машина проедет устала идти в горло ну потому что блин то есть придешь не то что устал устал именно говорить вот так вот идешь и говоришь давайте тут постоим передохнем тут кстати кладбище закон когда вы станете брать в квартиру в аренду то есть есть варианты оплата там три последних месяца полгода вперед оплат иногда даже на год то есть тут есть такая тема и мы тоже другом эти варианты все рассматривали чтобы типа было там подешевле или вариант который мне понравился чтобы как-то куда ну типа подешевле до разговаривали с там разными хозяевами квартир и не говорят ну типа если вы оплатите за год вперед то есть вы вдумайтесь ты приехал страну там неважно первый месяц 2 ты еще пока не понял эту страну туда-сюда и ты совершаешь ну типа роковую ошибку самой жизни ты оплачиваешь на год естественно если ты заходишь уехать никто тебе никаких денег не вернет то есть в этом только прикол что ты значит уверен в своем выборе что будешь жить вот в этой квартире в этой стране то есть и я скажу вам так что это может быть самое глупое действие в самая большая ошибка сам глупая ошибка оплатить квартиру на год или на полгода вперед либо вы должны быть не железобетонно уверен что вашей жизни ничего не произойдет ничего не поменяется и вы уверены что вы целый год будете жить в ней то есть я рассматривал такие варианты что да может быть оплатить на год но я в глубине души знал и понимал что но это чушь вдруг мне что-нибудь не понравится ну или что-то еще и все в таком духе поэтому самое главное когда вы сюда приедете если вы захотите сюда приехать жить в черногории да тут круто классно красиво то знаете никогда не оплачивайте на год вперед и на полгода даже на там шесть месяц ну то есть старайтесь не платить больше чем первый месяц последний депозит вот просто мы серьезно потому что всякое в жизни бывает тут очень много историй было когда люди приезжали сюда пожили месяц и понимали что ну нет нет это не моё я тут не хочу жить и уезжали отсюда бросали эти квартиры хотя не там и три месяца вперед оплачивали полгода то есть ну не могли тут жить вот так вот потому что реально тут чтобы вы понимали на думаю так любой перед тем как переезжать в эту страну какие-то города прочитаем что например в этом весна херцкнове там бар это города где ну ладно бар может чуть больше эти повод если мы говорим о будве это население до 20000 человек то есть это даже не сто тысячный город это даже не сто тысячный город а что такое сто тысячный город это очень маленький город поселок в обиду города ну то есть это будет жить довольно трудно да тут есть определенные преимущества но как мне кажется эти преимущества не именно для людей кто уже пожил кто уже всего добился все сделал то есть ну молодым здесь мы нечего делать абсолютно нечего то есть тут хорошо там старости на пенсии когда ты тебя все есть отдохнуть мало людей природа свежий воздух пока ты молодой должен добиваться идти вперед что-то создать классных своей жизни здесь нечего делать абсолютно то все вот просто понимаю что мне нужен большой город потому что тут что-то у меня там не получилось еще просто понимаю что вот знаете есть такая городская энергетика энергия городом есть люди кто чувствует места и когда мне здесь хорошо здесь классно но как бы это не то это не моё поэтому приедьте поживите посмотрите возьмите квартиру небольшой срок аренды желательно когда вы приехали в самый идеальный вариант вот принципе как у меня и получилось это вышло не специально я снял до сезона и оплатил только вперед три месяца все понятно что я не собираюсь пока что никуда там раньше сроков уезжать но тем не менее если что я всегда могу как бы наплевать там на эти копеечки который заплатил либо найти другого человека кто заедет ну все в таком духе просто даже если вот вы думаете типа вот я там оплатил на полгода там или на год я смогу найти человека который зайдет на жилье и типа всех оплатит ну попробуйте найти такого дурака сюда я понимаю одно дело когда вы оплатили последний месяц депозит то есть там небольшие деньги где человек такой ну да окей ладно но и таки сложная процедура не каждый захочет в этом участвовать поэтому очень сильно подумайте взвесьте все что переезд в другую страну это всегда трудности это всегда какие-то расходы большие расходы незапланированные расходы то есть это много таких этапов преодоления себе ну то есть это большой опыт этот большой урок жизни на самом-то деле и я вам так скажу что это реально бесценный опыт вот так и попробовать куда-то переехать понять твое это или не твое опять же все зависит вот город 10 центов нашел в общем поэтому вот как-то так тихо тут лесу в общем старайтесь не совершить очень большой ошибки потому что не всем эта страна подойдет не у каждого тут получится зарабатывать деньги даже если и получится может быть скучно и в принципе не то что вы хотели из курток черногории так идеальная страна для отдыха это идеальная страна для когда вы реально устали там до пенсии для старости вот и короче вот такое вот когда все вам нужен релакс вы ничего особо уже не стремитесь всего уже добились то тогда да это вам страна идеально подойдет а мне нужен город с каким-то большим ритмом жизни с большой энергетикой с высокими зданиями реально каждому свое вот серьезно просто каждому свое поэтому я очень рад что я не снял на год я очень рад я рад что я заплатил только последний месяц и депозит вот старайтесь как-то примерно в таком же ритме все это дело снять потому что окей если вам понравится ну вы всегда сможете что-нибудь донайти на леда там в албаню поехать или так или иначе найти что нибудь короче а если что-то не понравится то увы в общем думаете это как бы так ищи для размышлений вам пока что развития Продолжение следует...